добрый день мы с вами вчера созвонились по поводу замечательного volkswagen pointer вот я вроде я вроде подъехал это мне нужна парковка для автомобилей которая до возле tokyo city все я здесь спасибо если вкратце мы покупаем сегодня замечательный автомобиль замечательный легендарный автомобиль который в россии практически при этом неизвестен и на мой взгляд он гораздо лучше логана и причем мы каждый раз в серии понижаем бюджет сегодня машина за 80 тысяч рублей или 88 80 это просто фантастика при этом она гораздо лучше логана и возможно даже в лучшем сохране чем логан и такой же мощности там 70 этих 5 по моему лошадей в общем но почему-то никто в россии про нее не знают и из-за этого они стоят дешево и довольно редкие хотя сейчас продажи за примерно такие деньги до 100 тысяч в питере стоит по моему или три или четыре штуки в общем будет интересно все расскажу да и снова вага но кстати чувствуется что по телефону человек уже напряжен то есть и вот когда ну по таким машинам звонить то есть видимо зависит не от человека не от салона от того что мы смотрим тачку до 100 значит точно мы странные не хочется сейчас ну ругать называть это часто стал ругаться последнее время в общем человек уже напряжен потому что будет мозгоклюйство здравствуйте наконец-то мы дождались человека который заберет эту грыжу о все отлично для тебя все надежды а почему я так долго не могут забрать расскажите бустер карку еще раз руку подниму вот по твоей рекламе это лучшее просто что реально ну ты же не понастышке знаешь нет интересно покататься но мы же купим да ничего себе трос капота вот это мне нравится не и я все туда не беспокоен заранее для уронишь почему так она долго продает фото со снегом на авито ну потому что делать а рейти 4 с половиной звезды люди звонят на нами отговариваем да 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 вот я уже даже потом звоню такую по поинтера да короче все приезжайте там в любой что хочешь делай короче да ну чё запуск или пока торжественный конечно да включаем зажигание знак кнопка от багажника десятки прекрасно если работает просто песня ремешок это понятно нагрузка пошла на генератор что-то это картерные газы давно тут здесь должен стоять клапан вот в этом месте погоди куча людей значит звонит и не приезжает или как ну мы да говоря не нужна тебе такая машина да более-менее за это не плохо расскажи ну она по кузову какая-то ну вот некрасивая да и по низу то ты придираешься а 180 на какая должна быть еще в идеале как обычно спрашивают булочку да ничего себе стабилизатор погоди это что такое я понял и продаешь и самый главный комплект из двух я правильно понимаю вот эта булочка так здесь ничего нет но это как-то закрывается да я думаю вредно но в общем как-то для контента можем но чуть позже это ближе к финалу да но тачка выглядит нарядно и даже поедет да при этом конечно а доки есть да свеклоподъемники электрические не так что я наработал не поймал слушай ну по виду прямо интересно особенно вот эта вот двоих все отлично надо брать спасибо проторг чего? я опять забыл про торг про торг если хочешь подорговаться давай уважаемый человек 830 рублей а за сколько вы ее изначально продавали давай так скажем зимой когда было вот это повышение да 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 в прошлом году за 110 за 110 потом стало 100 да и вот недавно пришлось ронять планку ну да сейчас ну короче ясно в итоге 80 тысяч рублей она на сегодня стоит или отдам дешевле конечно отдам ничего себе серьезно а сколько ты ну у меня 7 ну за вопросы по моему 4 звездочки это мало надо 6 из 5 да 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 хорошо это бабки да все сделаем в общем господа это volkswagen pointer и он стоит 70 тысяч рублей и мы сейчас на нем даже куда-то поедем и вы офигеете он гораздо лучше логан и нам а традиционно везет в нашей рубрике дешевки господа у нас реально опять зимняя резина то есть тачка она в продаже с февраля стоит поэтому не успела на лето переодеться ну она собственно никуда не ездила и нам даже в зиму если допустим мы ее берем да не надо даже переобувать это гениально кстати вот я не могу похвастаться этим на ранже я во первых летнюю там укатал уже все она на выкид во вторых у меня зимние не было на ранже а уже три дня назад минус пять было минус пять ночью ты выезжаешь и начинается исполнение но слава богу я вот эту зимнюю резину купил но еще не поставил но сейчас все докажу я готов я под прям вот вот смотрите и вот они вот proof все настоящие существуют и так же как и себе вам я могу смело рекомендовать поиск шин на авито там всегда огромный выбор различных шин колес резины есть куча всяких удобных фильтров при помощи которых вы можете выбрать тип размер комплектность сезонность все что хотите ну и поскольку это все таки огромная площадка этой же авито поэтому огромное количество предложений и максимально выгодных предложений себе я выбрал такие же контики как до этого и стояли у меня на ранже не хочу сказать что резина топ просто она самая дешевая да и были в наличии как обычно переобувкой займет минут сорок я заметил что последнее время у нас без челленджа и видео это не видео вообще поэтому как вам челлендж переобувка на скорость и помните господа зима близко а авито еще ближе прямо здесь в твоем телефоне в питере как вы видите подговорились приготовка в самом разгаре на шинках уже на многих очереди вопрос как там дела допустим у вас в Красноярске, Тюмень, Омск а? на связи? в этом моменте наверное многие из вас спросят почему она такая страшная? что за квадратные формы? почему вот эта вот попытка натянуть единорога на носорога или что-то типа того в общем скрестить бегемота с кошелотом и действительно это странно действительно эта машина выглядит так как будто дизайнеры пытались пластилином облепить нечто старое и квадратное и на самом деле вы правы в этом и есть прикол Volkswagen Pointer он же Goal называется на его родине он называется Goal и если вы не знаете что такое Volkswagen Goal вы не отсюда потому что эта машина была создана специально для стран Латинской Америки и была она создана именно как машина начального уровня по-английски в классификации это даже так и называется entry level то есть входной уровень если хотите то есть эта машина для тех кто был мало опытен за рулем и прочему и история эта началась если серьезно где-то в середине 70-х началась она совсем не в Бразилии началась она в Германии с того момента как инженеры Volkswagen выпустили первого Гольфа первый Гольф вышел на смену Volkswagen Juco сейчас мы их динозавром объем вот в этой ну вот в середине 70-х ребята в Volkswagen такие немцы они значит сидят и почивают на лаврах успеха первого Гольфа дело в том что Volkswagen Juco уже морально устарел к середине 70-х и у концерна Volkswagen в то время были серьезные проблемы с деньгами нужно было делать что-то дешевое, бьющее и приносящее хорошие бабки и именно таким и выступил первый Гольф позже к нему выпустился GTI про которого недавно рассказывал вам историю но так или иначе к концу 70-х начало 80-х в концерне Volkswagen сидели смотрели на фуры с Deutsche Mark'ами которые в очереди стоят на разгрузку в личный кабинет директора и думали что же нам еще такого сделать и после этого они решили что нам нужна Америка латинская да и туда они непосредственно в эту латинскую Америку пошли было специальное подразделение фольксваген бразил по-моему или как так он назывался уже запамятовал я в то время еще плохо запоминал информацию когда это все происходило и они решили что нам нужен специальный автомобиль для латинской Америки именно таким автомобилем и стал в свое время фольксваген гол делать его было по сути не из чего и у фольксвагена в ту эпоху было вообще две существующие по сути платформы это первый гольф который стоял особнячком и в семьдесят в восьмом году созданная платформа B1 на базе которой тогда строилась ауди 80 соответственно B1 фольксваген пассат синий как уже был в нашем видосе именно такой опять же B1 и все что носят индекс B1 а в общем то это только и был посад первое поколение и ауди 80 не первое поколение не важно в общем так или иначе была эта платформа на базе которой соорудили квадратненький маленький вот такой вот заплющенный скорбный автомобильчик начального уровня и назвали его фольксваген гол дальше все прогрессивное фольксвагена человечество стало развиваться и делать платформы B2 собственно фольксваген посад B2 ауди B2 ауди 100 B2 в общем все там да это было восьмидесятка уже пошла B2 и сотка была B2 потом сделали поколение B3 я думаю вы все уже понимаете о чем мы говорим это фольксваген B3 дальше у нас пошло B4 поколение и так далее и так далее и так далее и так далее а фольксваген гол все просто оставили сушиться на вот этой вот веревочке как воблу и он прекрасно себя при этом существовал вы спросите почему почему было не сделать что-то новое это потому что подразделение фольксваген в Бразилии действовало теми же методами что автоваз в советском союзе схавают и они хавали а них в советском союзе секундочку в советском союзе и они хавали и хавали они в таких количествах что у них лопались животы эти штук по итогу было сделано более десяти миллионов штук фольксваген имел полное моральное физическое эстетическое право ничего с этим не делать потому что объемы продаж были сверхчеловечные это было просто невозможно фольксваген гол покупали всех даже кого нет рук но кто не умеет ездить и даже говорить даже животные покупали фольксваген гол но я про настоящих животных я никого не оскорблял сейчас то есть все его покупали и он никак не менялся там где-то вот на этом кузове как раз вот он такой вот зализанный почему что сначала был квадратный страшный ужасный потом его облизали и назвали они эту платформу не B1 BX по сути да это та же платформа которая применяется на восьмидесятках то есть это все та же вариация абсолютно и именно поэтому если мы сейчас откроем капот а мы можем его открыть вы увидите то же самое продольное расположение двигателя сбоку стоящий радиатор и передний привод хотя все должно быть наоборот и длилось все это безумие на этой платформе BX уже без и альтернативно без изменений пока не пришел полуседан мать его и все испортил все просто пришел полуседан и в бразилии полуседан называется volkswagen гол и имеет другую морду и все и кончилась эпоха и теперь это обычный полуседан как у нас и таким образом в один миллисекунду в один прыжок бразилия из семьдесят восьмого года прыгнула в две тысячи капец какой и они скатились и стали такими же как мы скучными б класс все это больше уже не 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 в суп какое-то подразделение это больше это все топ 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 какого черта был нормально же кайфовали 26 лет мы строили эту трихомонаду все было по кайфу бах полуседан окей или rapid дальше рассказывать нечего вот так вот бесславно закончилась история вот этой легенды да спасибо что смотрели огромное всем удачи до встречи в следующих видео и пока как они все просрались за один год но это доисторическая справка была не просто так благодаря всей этой фантастической истории миллионам выпущенных кузовов и экземпляров двадцать шесть лет на конвейере этот автомобиль не провел зря они тоже что-то делали да это очень близко кстати с нашей девяточкой которая сначала была с восемьдесят четвертого года восьм... давай еще два часа присаживайтесь надо сделать небольшое ответвление и рассказать вам про то как это все происходит в других странах значит с восемьдесят четвертого года в советском союзе выпускается двадцать один ноль восемь с восемьдесят шестого если не ошибаюсь к нему присоединяется двадцать один ноль девять далее ну мы так прям совсем бегло да в этот раз все-таки про девяточку это все трансформируется уже что тринашка четырка пятнашка и далее все это существует уже в виде десяток приор и на сегодняшний день то есть в принципе когда вы ругаете отечественные автопромы говорите сколько лет они ничего не делают хватит мучить эту долбанную платформу добро пожаловать в Татинскую Америку там все точно так же только еще хуже это серьезно прямо вот еще хуже потому что они делают продольный мотор на переднем приводе девятка хотя бы сразу была по уму скомпонована здесь все через одно место так вот за эти 26 лет они сделали из этой штуки универсал это вот сюда хэтчбек это примерно вот сюда и двери у нас были две купешка в смысле они сделали долбаный мать его пикап они сделали пикап серьезно из этой чухотки они сделали вот так вот крышу и дальше пошел кузов долбанный микро пикап на переднем приводе какого болта происходило в бразилии все это время я вообще не представляю это настоящая наркомания по количеству моторов там естественно происходило просто феерия они ставили сюда все что хотели все что видели в нашем случае это четыре цилиндра и один долбанный литр к нему прикручивали турбу ставили 1.6 ставили 1.8 ставили 2 литра у них была фантастическая комплектация от которой сейчас все начнут рофлить она называлась total flex да это был volkswagen goal total flex я боюсь представить он на исполнениях вот такой у него наверное девиз был до встречи между ряди я не знаю что еще там могло произойти естественно были дизеля все что угодно за 20 у них было время они просто колбасили и делали все как будто у них было задание в этом месяце делать новую комплектацию для этого volkswagen goal то есть они реально прикалывались исключая полного привода его не было ни черта все таки это бюджетный сегмент поэтому никуда с ним не подеваешься в общем тачка легенда это даже так не назвать и при этом ты про нее ничего не знал стыдно стыдно я смотрю на вас и мне стыдно хорошо что вы там за экраном зажигание пошло сейчас я вытаскиваю телефоны да конечно завестись вот давай в тиану метимся туда это никита не будет помогать да нам нет давай 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 нет без никиты мы ничего не сможем не 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 пацаны прикол в том что она видимо с накинутой клеммой сейчас нам развернуться хватит и так одна лампочка либо мы можем вручную развернуться аккумулятор горячий вообще ели рукатель все не скидывай его он останется работать нет ну что вы там Братан ты 78 ost Fe Hur14 слушались мне сейчас внимательно ему вообще похер абсолютно всё и так просто сейчас одеть клемму и он реально такой бх-бх-бх и всё и он реально бодро так едет сразу без аккумулятора что ты аккумулятор нарулил серьёзно но неизвестно какой может быть он лучше на Ну, может быть, известнее, чем наш? Но он большой. Ну, вот не знаю, влезет или нет. Мы писали это, нет? Короче, Игоря нашакалил аккумулятор. У нас есть небольшая проблема, что если аккумулятор накинуть клемму на аккумулятор, машина еле едет. Лампочки тусклые, стеклоподъемники не работают, печка. Клемму с аккумулятора скидываешь, машина. Все, поехали, литр. Как на ЦБРке на Хонде, литр. Вот, 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 все, отсечка 10, мы первые. Вот, да. Помимо этого, есть еще другая... Ну-ка, сейчас поменяем аккумулятор и посмотрим, что будет. Ну, стопудово это он, потому что он греется, и его рука не терпит шляпу полную. Да, здесь помимо этого проблема, здесь должна быть кнопка. Но ее нет. Но есть. Пальцы-разведчики. Сейчас, погоди, там есть рычажок. О! Опачки! Опачки! Вот он, секрет, побед, а? То есть, по идее, на самом деле, там какая-то... Блин, теперь, похоже, ее нет. Ну, ладно. Больше мы его не откроем таким образом. Ну, короче, у нас в комплекте есть все. Мы можем стабилизироваться поперечной устойчивостью. Если захотим, вот она вся в наличии, стабилизатор. У нас здесь комплект летний. Красиво было? Сейчас, погоди. Комплект летней резины, если хотите, потому что зимняя у нас стоит на морде, и переобувать ее уже не надо, как я говорил. И даже щеточка, то есть, в принципе, машина оборудована, и чтобы я не пачкал руки, даже специально для моих грабелек уже были заготовлены перчатки. И запаска там еще под днищем лежит. Надо сказать, что для этого размера это офигенный багажник, потому что размер багажника в машине обычно как вычисляется. В багажник машины должно помещаться 4 колеса от машины. Вот это значит багажник спроектирован качественно. Здесь они поместятся, я уверен, потому что они могут лежок или только лежать, но еще и могут, по-моему, стоять. Короче, они влезут, я тебе говорю, точно. Если будет очень страшно, есть даже туалетная бумага, чтобы исправить последствия, когда было очень страшно. В общем, все в наличии. Мы сзади видим, что у нас даже столбы, но столбы начинают, по-моему, да. Столбы начинают путешествия в сторону панорамной подвески, чтобы можно было отсюда уже смотреть, как там и пружины и все остальное. Что? Будущее наступило. Да, это все оно, технологии. Все верно. И пакетик. Меньше пластика. Это не фантастика. Ясно. Да, мне какая-то мне... Смотри! Если оторвет лонжероны, не страшно, у нас есть стяжки. По две на каждый лонжерон. Я прав? Ну да, но четыре же лонжерона сразу не оборвет, поэтому шести стяжек достаточно. Достаточно. Короче, багажник есть в наличии. Вообще, тачка, на самом деле, если брать все, что мы до этого покупали за 100 тысяч рублей, хотя бы примерно, вот это просто по эргономике и по тому, что в ней реально не так стрёмно ездить, это топ. Но пока снаружи не смотришь на нее. Внутри? Вольксваген. Снаружи? Да. Внутри? 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 Так, на ходу, что я могу сказать, пацаны? Мы с вами рассматривали тачки за сотку, да? Это был Opel Kadett, 1984 или 1985 года он был, в котором ты прям чувствовал, что ты сидишь в 80-х После этого у нас был Renault Logan, про который, как говорится, или хорошая, или ничего Потому что салон там создан для осьминога, реально И вот мы сидим в тачке за сотку, да? За 70 в данном случае Но в хорошем сохране она будет стоить 100 И эта тачка, наконец-то эта тачка, в которой ты нормально сидишь, да? А она вся закошена под какой-то Volkswagen, но это только закос под Volkswagen А оно вроде все то, а вроде как бы чуть-чуть отличается То есть руль вроде как бы вот такой какой-то знакомый, но вроде не он Блок климата даже вот, ну вроде блок климата максимально прям приближе Но вроде какой-то B5 Passat Вроде как бы да, но наверняка что-то не совпадет Кнопочки какие-то даже придумали Вот это, конечно, вот они вот тут Вот это вот все, свеклоподъемники Ну все чуть-чуть, ну как бы вроде такой, знаешь, списывай, только не в точь-в-точь Но это не важно Это не важно, важно отношение к человеку Потому что часто, когда мы сейчас садимся в бюджетный сегмент Там ты сел в тачку, и сразу такое ощущение, что тебя хотят плюнуть в лицо Прям специально, прям вот унизить Здесь это тоже есть Но это буквально высказывается только в приборке Потому что вы просто посмотрите на это, как это можно было вообще допустить Что это такое? Что это за приборка? У нас в дешевых версиях Volkswagen обычно что мы привыкли? Что у вас часы вместо тахометра, да? Здесь нет даже часов! Ни тахометра, ни часов, ничего! Ни температуры двигателя Вообще ничего нет! У вас вот этот кружок, он вообще зачем? Что это за фигня? В нем только указатель топлива Явно понятно, что должны быть еще какие-то здесь приборы, на этой половине Но их тупо нет! Ничего нету! Есть надпись дизайна, но самого дизайна даже тоже нету! Он отсутствует! Приборка максимально не информативная У тебя есть только скорость и уровень топлива в баке Понятное дело, что если бы, видимо, им разрешили еще это не делать Они бы и уровень топлива в баке даже не делали Это, конечно, наплевательское отношение к клиенту Вот здесь мне не нравится Как лежат руки, как ты сидишь Есть ли у тебя место для подлокотника Сиденье Все это нарядное Оно прям классное Сиденье особенная пушка Редко, когда в этом классе бывает тут прям велюрчик с какой-то имитацией боковой поддержки Совсем Даже вот селектор КПП, да, он у нас кончился Его сгрызли бобры прям четко, его больше нет Но все равно вокруг него даже окантовка Ручка элементарно, ручника Она даже с хромовой кнопочкой Ну, как бы вот Да, это все немножко так странно выглядит Но, тем не менее, я сел У меня мобилка лежит здесь сразу же Еще место под всякие СТС-очки, Фигес-очки, чеки есть здесь Тут же два подстаканника внизу Оно, блин, продуманно Оно удобно, понимаешь? У тебя климат внизу, магнитола чуть повыше Здесь же вот прикуриватель у нас есть То есть прикуриватель что-то вставил, телефон здесь же лежит Это все сделано нормально Две подушки безопасности в руле и у пассажира есть У меня под левым коленом здесь вот есть бардачок Еще для всякой фигни сюда В том числе еще какой-нибудь телефон сложится Какие-нибудь даже сюда брошюрки, может быть, я не знаю Там визитки, карточки Ну, в общем, как бы живем Живем У нас вот элементарно это с козырьком И даже с зеркалом Справа тоже зеркало есть Но оно там просто без козырька Оно там вот обычное Но это как бы все есть, все классное Даже вот стоечка у зеркала заднего вида Она все равно пластиком обтянута Ну, коробку выбивает на первой Ну, что поделать Бывает У меня, обратите внимание У меня сейчас У меня кресло Я сейчас вверх поеду Во! Я поехал вверх Кресло И вниз так же С регулировкой по высоте Я могу вверх-вниз регулироваться под себя Это очень неплохо За эти бабки Кресло реально удобное Я молчу сейчас, что вот это вот все Рулежка, вот это все Но у нас стаб в багажнике Стаб поперечной устойчивости лежит в багажнике То есть тут от состояния уже больше зависит Но в целом она едет Подвеска эргона О, господи Эргона Энергоемкая Я уже начинаю запинаться Ну, короче, тачка Даже если с точки зрения дизайна мы говорим Да, у нас динамика внизу в двери есть Тут в ногах И твиттера у нас оформлены под сеточки Возле открывания двери даже здесь То есть, ну, пытались Они пытались прям в дизайн Понятное дело, что на момент 2004-го Они уже это все производили 24 года Да, ну, собственно, да Так все и есть Понятно, у них было время И на этот дизайн сообразить его и проще Ну-ка, мы динамично входим Мы динамично как-то входим Да, и шумки не хватает Слышно и мотор, и колеса, и шипы Все вот эта чепуха Скорее всего, потому что у нас просто полов нет И там дыра в этом полу Мы это все слышим Но оно есть И оно приятное Понимаете, как ты радуешься Когда ты садишься в тачку начального уровня А там у тебя отголоски уже какого-то пассата Это гольфа, конечно, не пассата на стучек Просто гольфа И здесь есть место для ног сзади Сейчас за мной сидит Никитос Он, ну, не страдает В целом, да, это, конечно, ну, не роскошь, понятно Но это как в современном Б-классе Прикольно, что я могу сказать И это особенно ценно, когда ты это смотришь Ну, после тачек, которые мы уже покупали Так, ну, без контраста Ты, наверное, не почувствуешь Ты сел и сел Ну, да, тачка Она такая же, как и другие Но мы за сотку покупали много чего другого И там не так Причем у нас Логан-то был шестого года А этот четвертого Они даже одногодки с Логаном Ну, в Логане какой позор А здесь тачка Здесь прям тачка Ну, это внутри, конечно, касается Снаружи они оба примерно одинаково хороши Вот так скажем Четко прям И лошадей даже Там 75 на 1,4 Здесь литр на 65 Все как бы сходится В общем, Логан он кладет По лопатке Просто по эргономике По салону По интерьеру Экстерьер, конечно, у них Опять же, ну, на уровне, да Да блин, еще регулируется Да Регулируется ремень по высоте Это вот, конечно, вот Форшмак какой-то Ну, тут не без косяков Я согласен Но в остальном Да, это вариант Это реально вариант Если бы не его дефицит И запчасти Он просто очень редкий На него все искать страшно Мотор Особенно если он литр Коробка Потому что она идет только под литр Кузовные детали Фары Вот это все Это все, все, все Там расходники Там шаровые Понятно, это все фигня Все найдется Колодки, там диски С этим я не вижу никаких проблем Там фильтра Текучка вся Она будет Но что делать со всем остальным? Оно может приехать только контрактное Из Бразилии Вы узнавали последний раз когда-нибудь Сколько будет ехать вам запчасть Из Бразилии Если она вдруг вам понадобилась Ну, или из Латинской Америки Вот тут Машины под заказ Даже из Америки сейчас возят Да, с этим не проблема А вот из Латинской Америки Это вроде все как бы Очень похоже Но чуть-чуть не там Чуть южнее взяли И где это доставать? Сейчас я вам рассказать Сходу не смогу Я понятия не имею А искать БУшку У кого она? Машина не самая частая У таких же как вы Она им тоже нужна Эта Бумушка И вот здесь вот и есть Это Ахиллесовая пята Пойнтера Что он вроде как В порядке В полном А вроде как Подумай Подумай Может быть И не надо Ну а на днище У пацана К сожалению Наступают Большие неприятности Машина снизу Ну фактически Кончилась Нету порогов Про это вообще Даже молчим Проржавело Все Тормозные трубки Все в абсолютной трухе Самое главное Вместо задних барабанов Эмуляция Задний барабан есть Но внутри барабана Ни цилиндра Ни колодок Вообще ничего нет Лонжероны еще на месте Но все вокруг Лонжеронов прогнило Пол видно Тут Везде Висит Ковролин Ты даже не знаешь Где заканчивается Днище И начинается Ковролин Удивительно Что при всем этом В машине Новый подрамник В ней реально Меняли подрамник И что-то еще Пытались менять А топливный фильтр Который висит Возле задней балки Такое ощущение Что по самому Возрасту Равен Самой машине В общем Как бы он не был Хорош наружи Как бы у нем Не было прикольно Сидеть И как бы это В целом Не был неплохой Автомобиль Снизу Я могу сказать одно Уникальный случай За 70 тысяч Рублей Легенда Про которую Никто не знает Ну потому что Это легенда С другой части планеты Да Это все-таки Бразильская история И действительно 10 миллионов штук Были выпущены Не зря Да На ней нужно ездить В общем-то Не обращая внимания На ее внешность И вы знаете Очень странный запрос В интернете Который я недавно набрал Это Тюнинг Volkswagen Pointer Volkswagen Pointer 2.0 Volkswagen Pointer Turbo Я все это пытался набрать Отечественные поисковики Про это ничего Абсолютно Не знают Я нашел Клуб владельцев Volkswagen Pointer Зашел туда Думаю Что там с тюнингом С тюнингом Там зашибись Ребят Примоток Вот на эту машину Диски Подсветка Брызговички Антистатики Тюнинг Который Мы заслужили Достоин этого автомобиля Ничего серьезного С ним никто ничего не делал Потому что он сугубо практичный Этот автомобиль берут дешево Чтобы ездить И продать потом А поскольку он встречается Крайне редко То чинить его Супер сложно И конечно же В идеале Если вы будете покупать такую Мой вам совет Ищите на моторе 1.8 100 безумных лошадиных сил И дело даже не в том Что там 1.8 на 100 лошадиных сил А в том Что именно в этом литре Крайне ненадежная коробка Все ее ругают Даже у нас первая передача Уже вылетает Все ее ругают Найти практически невозможно Как и все остальное Найти на эту машину Практически невозможно Потому что все нужно Искать контрактные Даже из Бразилии А если вы хотите Искать какие-то детали На эту машину Вам не поможет Европа Вам не поможет Америка Потому что это Латинская Америка То есть вы такие Америка А вам оттуда Какая Америка Они же как бы Разные там оказывается Вам не помогут Арабские Эмираты Вам не помогут Япония И получается Что когда вы ищете Детально свою обычную машину У вас Весь список есть вокруг вас стран, откуда вы можете ее притащить Даже на сегодняшний день Я, между прочим, серьезно А с этой тачкой вам и в лучшие времена Пес знает, где это все доставать А сейчас, ну, вообще невозможно Плюс Латинская Америка и логистика какая-то крайне запутанная И что-то там у нас как-то вот не связались между ними транспортные коридоры, мать их В общем, печаль, боль в плане запчастей Во всем остальном, я считаю, что фантастически недооцененная тачка в нашей стране Но ведь 10 миллионов штук, о чем-то это говорят Она же не просто так появилась И главное, это в 2004-м платформа 78-го Это прямое олицетворение того, что раньше было лучше Они всегда живут в том, раньше было лучше Но полуседан всех, конечно, порешал В общем, если вы ищете вариант за 100 тысяч рублей, чтобы на нем ездить И при этом внутри хотя бы сидеть как человек Я крайне рекомендую вам рассмотреть именно Volkswagen Pointer, он же Gol Это действительно пушка И за 100 тысяч рублей вы можете найти его в нормальном состоянии В отличие от того, что мы купили сегодня Серьезно Их действительно продается несколько В каждом практически регионе Спасибо вам огромное, что смотрели это видео До встречи в следующем Мы будем продолжать искать жизнь в бюджете 100 тысяч рублей Удачи вам и пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!